Всем привет! Это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. В Германии супризнан 97-летнюю Имгард Фурхнер, виновной в соучастии в убийстве 10505 узников концлагеря Штутгоф, где она работала стенографисткой у коменданта. Информация для тех, кто работает в структуре пудинского режима на мелких, вроде бы неважных должностях. И вас найдут, и вас накажут. В Голумете детей одели в бронежилеты и дали автомат. Детей мобилизованных семей администрация из села отправила воинскую часть на экскурсию. Сначала несовершеннолетних отправили в музей, а потом в спортзал. После такой переподготовки малыши встретились с Дедом Морозом. Фотографии публикуют во Вконтакте глава Голумецкого муниципального образования Лариса Головкова. Детей отвели в музей воинской славы, там они смотрели на каски, котелки, пистолеты и многое другое. Позже все пошли в тренажерный зал, где детей посадили за шторвал, там же они познакомились с бытом солдат, им показали казармы. Мальчишки и девчонки посетили спортивную комнату, поднимали гантели. Пробуя свою силу, детворе показали боевое оружие и накормили ребят настоящим вкусным солдатским обедом. После детей отправили в резиденцию Деда Мороза. Хочешь Деда Мороза увидеть, умей автомат разбирать. Мобилизованным начали раздавать молитвы за Путина. В молитве Путина именуют архистратигом. Так в православном каноне называют архангела Михаила. Этот техтул означает предводителя небесного воинства сил бесплотных ангелов, ведущих борьбу с сатаной и с подвластными ему падшими ангелами. Молитвенники показали в фильме федерального телеканала «Спас». Я знаю, что вы будете смеяться, но на Адмирале Кузнецове опять служился. Пожар. На борту крейсера Адмирал Кузнецов, стоящего в доках завода «Звездочка» в Мурманске, произошел пожар, сообщает ТАСС о ссылке на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, с крейсера эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал. Причин возгорания пока не сообщается. Два года назад, в декабре 2019 года, на борту Адмирал Кузнецов, стоящего на ремонт в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали. В октябре 2018 года затонул плавучий док, где на ремонте находился Адмирал Кузнецов. Крейсер получил 5-метровую пробоину. Адмирал Кузнецов, единственный авианесущий корабль у России, был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. А в 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль. Работы в тот момент оценивались как минимум в 20 миллиардов рублей, что, как и началось, больше, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за черты происшествия эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера, с учетом полученных им уже на заводе звездочка повреждений, не разглашались, как и новые сроки завершения работы. Искушение шоколадом. Борис Корчевников, у которого давно поплыл бачок, рассказывает, как дети рисуют обертки и заворачивают в них шоколад для отправки бойцам на фронт. А еще про то, как собственными глазами видел, как у солдата, получившего такой шоколад, вырастали крылья. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Показать вам, это не письмо, но это тоже вот то, как поддерживают сегодня дети в России, русского солдата. Они рисуют вот такие вот обертки для шоколадных конфет. Мы вместе, победа будет за нами. Это детские рисунки за победу. Их много. И потом в каждый такой рисунок заворачивается шоколадка и отправляется на фронт. Я видел, как у русского солдата, когда он открывал такой шоколад, и правда, вот как на этом рисунке за спиной вырастали крылья. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До свидания. До свидания.